Всем привет, друзья! Давайте сегодня прогуляемся по магазину Пятерочка и посмотрим на интересные новинки, которые я там нашла. К началу учебного года появились продажи мини-доски меловые с набором мелков, а также губкой. Доски примерно размером А4, но может чуть поменьше, стоят 150 рублей. Производитель, конечно же, Китай, но вполне неплохая вещичка для деток. Пробка для бутылки, выполненная из пластика, но похожа внешне на стеклянную. Имеется силиконовая вставочка для плотного прилегания. Металлическая форма для кексов. Сейчас продается по акционной цене 139 рублей. Рассчитана на 6 кексиков. Конечно же, на картинке изображены кексы совершенно другого формата. Они большие. А тут, по факту, мы видим какие-то маленькие формочки для приготовления печенья ракушеком. Возможно, для песочного теста можно использовать. Все-таки для кексов, мне кажется, эта форма не подойдет. Набор из шести магнитных закладок с героями мультфильма «Фиксики» стоит 60 рублей. В принципе, не так дорого и для деток можно точно покупать. Силиконовая форма для льда. Также есть в продаже красивые пластиковые контейнеры для хранения сыпучих продуктов. Стоят они 99 рублей 99 копеек, но 100 рублей объемом больше 2 литров. Имеется пластиковая крышка съемная, продаются в двух вариантах оформления. Яблоко-резка, которая изготовлена в виде яблока, стоит 49 рублей. Материал – пластик, а также нержавеющая сталь. Продаются такие яблоко-резки в нескольких цветах. Ершик для прочистки и мытья бутылок стоит 60 рублей. Также нашла интересные пластиковые органайзеры-лотки для хранения на кухне. Серия называется «Айдеа» и стоит такие контейнеры 99 рублей. На полочках пятерочки можно найти множество различной обувки. И это силиконовые какие-то шлепанцы, пляжные шлепанцы. Но, к сожалению, как же трудно найти ценник. Все вперемешку совершенно не соответствует тому месту, где лежат товары. И каждый раз бегать к этому аппарату, чтобы просканировать штрих-код. Но это тоже не вариант. Сковорода диаметром 24 см от фирмы Liber Harus с антипригарным покрытием. Подходит для многих видов варочных поверхностей. В комплекте также еще идет и крышка. Ручка кажется несъемная. Стоит такая сковорода 600 рублей. Керамический дозатор для моющего средства, например, для жидкого мыла или для средств для мытья посуды с подставкой под губку стоит 199 рублей. Пластиковый поднос, сито. К сожалению, не знаю, для каких целей можно его использовать. Если вдруг кто-то догадывается, пишите свои предположения в комментариях. Пластиковые щипцы для отделения косточки в вишне или в черешне. Банки объемом 1 литр стеклянные с пластиковой крышкой стоят 79 рублей. Действительно выполнены хорошо, качественно. Есть разные расцветки крышек. И цена, наверное, все-таки подороже, чем в фикс-прайсе. Но банки выглядят стильно. Набор зажимов для пакетов. Ну и полки завалены различными футболками, сарафанами детскими и женскими и лосинами. А также, друзья, на выходе из магазина я, как всегда, взяла брошюрку, чтобы посмотреть на акционные товары. И нашла один интересный рецепт приготовления запеканки. И хочу с вами вместе протестировать. И да, спойлер, рецепт очень удачный. Поэтому записывайте. Нам понадобится 200 грамм творога, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара 50 мл, молока, манная крупа 1 столовая ложка. Я хорошенько перемешала сахар с яйцом. В идеале можно было бы добавить еще ванилин, но, к сожалению, у меня не было. Поэтому я добавила немного молотой корицы. Думаю, получится вкусно. В следующем добавляю столовую ложку манки. Причем манка сухая. Все тщательно перемешиваю, чтобы не было комочков. Затем наливаю 50 мл молока. И творог. Творог, конечно же, нужно хорошо перемешать, чтобы не было комочков. У меня, к сожалению, творог был сильно такой слежавшийся. И мне пришлось приложить усилия, чтобы перемешать. Но в итоге я решила все пробить блендером. И, конечно, я сделала это не зря, потому что консистенция стала очень однородная. И если у вас не получается вручную перемешать, используйте блендер. Далее беру те же самые керамические формы, которые я покупала именно в пятерочке. В предыдущем видео мы с вами готовили в них жульен. Ну, а сегодня мы в них приготовим запеканку. Для этого я хорошенько их смазываю сливочным маслом, чтобы ничего не пригорело. И перекладываю нашу творожно-манную массу в эти формы. И вот этих ингредиентов мне полностью хватило, чтобы наполнить две формочки. На двух человек такие пропорции прекрасно подойдут. А еще я решила украсить запеканку дольками красной сливы. Можно добавить яблоки, можно какие-то сухофрукты, изюм, курагу. Я думаю, будет очень вкусно. И чтобы образовалась легкая корочка, я слегка присыпала сахаром. Отправляю запеканку в печку примерно на полчаса при температуре 200 градусов. Друзья, и вы просто посмотрите, что у меня получилось. Запеканка даже успела подняться в печке. И, честно говоря, меня это очень сильно удивило, потому что я не ожидала. Выглядит очень красиво и получилось действительно очень вкусно. Я советую вам запомнить этот рецепт. Он супер простой. Ингредиентов нужно очень и очень мало. И да, форму обязательно смазывайте сливочным маслом. Тогда никаких проблем с отделением не возникнет. Супер-супер вкусно. Дочке давала, Соне понравилось. Будем, наверное, пробовать какие-нибудь другие рецепты из брошюры с пятерочки. Надеюсь, что-нибудь еще интересное мы с вами найдем. Продолжение следует...